Мы начали пять лет назад, тогда мы переехали с мужем в Москву и с маленькой полуторамесячной дочкой. И я никогда не работала флористом, никогда не была к этому как-то причастна, но я всегда была причастна к творчеству в той или иной степени. Я училась на художественной обработке материалов и немножко рисовала, у меня нет художественной школы, к сожалению. Но на факультете у нас были такие творческие предметы, и как-то меня в той или иной степени тянуло к творчеству, хотя факультет был машиностроительный. Вот, начиналось все дома, у меня в однокомнатной квартире, где в соседней комнате полузала полуторамесячная дочка. Ну, уже не полтора месяца, а сколько? Шесть месяцев я была. На кухне я крутила букеты, цветы хранились на балконе и в холодильнике. И даже у мужа где-то в первых фотографиях в инстаграм есть фотография открытого холодильника, где все заставлено цветами. И в двери холодильника майонез, яйца и кетчуп, и подпись. Так и живем. Когда мы начинали, это все начиналось как хобби, и мы, конечно, не могли представить, что мы через пять лет вырастим в большую компанию с узнаваемым стилем. У нас на данный момент три филиала в разных странах, столицах. Это Лондон, Санкт-Петербург и Москва. Мы занимаемся доставками букетов. У нас активно развивается направление школы. Мы запустили Лассиберд Академию, потому что поняли, что те знания, которые мы накопили, нам несложно их раздавать. Так, получилось, что у нас в трех столицах. Москва, северная столица Санкт-Петербург и Лондон. Почему Лондон? Потому что Катя, сооснователь Лассиберд, переехала в Лондон с мужем два года назад и запустила Лассиберд в Лондоне. И сейчас успешно развивается там. Почему Санкт-Петербург? Потому что мы вечером сидели в мастерской и мимо проходил Олега, основатель Порта 9. И сказал, он купил у нас букет, вышел, потом зашел и говорит, ребят, а вы не хотите открыться в Питере? Я говорю, интересно, почему бы и нет? Он говорит, ну мы там помещение сняли, хотим сделать крутой концепт-стор. Открытие через полтора месяца. Мы такие, окей. И так мы открыли в Санкт-Петербурге. Мы с Катей собрались, сложились по пять тысяч, это был наш стартовый капитал. Поехали на Рижский рынок и купили цветов. Не знаю, когда мы начинали, мы вообще не думали о том, что мы вырастим. Ну то есть это просто как хобби было. Я не думала, что у нас будет большой офис. То есть у нас не было бизнес-плана в начале. У нас бизнес-план на пять лет. Через пять лет у нас большой офис, десять сотрудников и три филиала в разных странах. Не было такого, поэтому нельзя сказать, достигнута эта мечта или нет. Наверное, еще нет. Ну, если себя так спросить. Нет, мы еще не выросли настолько, насколько хотелось бы. Мы еще не, не знаю, не так крутые, может быть, да, насколько хотелось бы. Еще много планов впереди. Мы должны весь мир покорить. Когда я узнала, что такое Рижский рынок, я подумала, все, ребята, я просто владею миром. Я все знаю, я знаю, где взять цветы по себестоимости. Вот. То есть сначала мы узнали о Рижском рынке. Потом где-то у кого-то подсмотрели, что-то увидели, где-то прочитали. И вот так по крупицам собирали и собрали базу поставщиков. И сейчас, конечно, мы работаем с поставками напрямую с Голландии. Вот. И с аукционами работаем, и с местными поставщиками, и плантациями. Но вначале вот эта информация была настолько ценная, что вот где-то ты увидел, и думаешь, все, все, господи, все, ну теперь все пойдет. Вот. Но много подводных камней в бизнесе, конечно. Огромную ошибку мы допустили на 1-8 марта, потому что для нас, для меня, как для творческого человека, важно, чтобы все букетики получились красивые. Чтобы каждый клиент получил свой букет вот красивеньким. И я абсолютно не продумала, ну то есть мы с Катей, собственно, абсолютно не продумали логистику. И в последний момент мы поняли, что, блин, а кто у нас будет доставлять все наши 20 букетов в одно время. И мы в последний момент вечером нашли курьерскую службу, которая сказала, да, окей, у нас много курьеров, мы все доставим. И вот я в 7.30, они сейчас по зданиям приехали, открываю дверь квартиры, и заходит парень молодой и говорит, сейчас, 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 все курьеры подойдут, сейчас, и приходят два таких подвыпивших, не очень хорошо одетых, мужчины средних лет, с пакетами Икея. Мы говорим, господи, а как же они все повезут, у нас же вот там два букета в руки, в разные части. И мы сказали, нормально все будет, сейчас, давайте там все загружайте, тра-та-та. И вот просто сердце обливалось кровью, слезы наворачивались на глазах, я складывала эти букеты в икеевские мешки. И, конечно, мы потом получили много отзывов негативных от клиентов, и мы потеряли тогда 8, по-моему, или 9 тысяч, которые были для нас, ну, огромными деньгами, да. Когда мы запускались, я знала, что есть такая штука Instagram, но так как я приехала из Томска, и у меня был чуть ли не кнопочный телефон, может быть, даже и кнопочный. Я даже не знала, что, ну, так слышала, где-то люди говорили, москвичи. И первое, где мы запустились, мы сделали группу ВКонтакте. И потом уже, это была необходимость, я сказала мужу, что мне нужен айфон, чтобы поставить вот этот самый Instagram. Мы поставили Instagram, у нас уже были фотографии с первой нашей творческой съемки, с Катиной дачи. И я сама вела Instagram, публиковала фотографии, там сама делала фотографии, сама публиковала, писала. А по ночам, когда все ложились спать, я занималась массфолом и масслайкингом. То есть я просто всем писала там, ой, какая красивая фотография! С аккаунта Ласси Бёрд. Подписывалась на всех, на фотографии с цветочками, писала, ой, какие красивые цветочки! У нас тоже есть цветочки! Заходите к нам! Вот, и, ну, поначалу, как бы, медленно-медленно, но потом, как снежный ком, аудитория начала нарастать. И так как Instagram для нас основная площадка для продвижения, конечно, мы большое внимание уделяем контенту. И всех флористов, которые приходят к нам на работу, администраторов, мы обучаем фотографии. И здесь важно, ну, есть как бы ряд аспектов, да, важных, но важно не ограничивать себя, не ограничиваться, там, не знаю, каким-то белым или черным фоном, да. Важно смотреть шире и думать, а чего еще не сделали. Лэйси Бёрд — это то, чем я живу. И это не просто работа для меня. Это мой третий ребенок. Это мой образ жизни. И я не могу сейчас просто взять и отрезать его. Я ему уделяю ровно столько же внимания, сколько и своим детям. Когда ты делаешь что-то, неважно, что это, кружки, свечи, велосипеды, ты должен быть уникален. Ты должен чем-то кардинально отличаться от других. Ты должен быть непохож и запоминающимся. Наверное, это и отличает нас от других цветочных студий. Я бы еще сказала, что в самом начале есть человек-продукт и есть человек-продажа. Вот когда эти два человека встречаются, тогда больше вероятности создать успешный бизнес. Потому что творческий человек, человек-продукт, он делает классный продукт. Ну, он не умеет продавать. Он вообще с этим никогда не сталкивался. И, может быть, вообще социопат, да, не знает, как общаться с людьми. А человек-продажа знает, как тебя развить, как тебя продвинуть. И вот как раз в нашем союзе я была человек-продукт, а Катя была человек-продажа. Это уникальный, суперкоммуникабельный, супердружелюбный человек, который и вел нас вперед. Ну, если такая идея зародилась уже, начинать или не начинать, да, и вот тебе нужно принять решение. Тебе просто нужно принять решение. Это сложно, это, возможно, изменит всю твою жизнь, но тебе просто нужно принять решение, встать и начать делать. Не важно, что делать. Ну, вот ты придумал, что ты хочешь заниматься бизнесом. Ну, вот первое, что в голову придет, начни тестировать. Запустил, не получилось, придумай что-то новое, запусти еще раз, проверь. Там, можешь на друзьях сначала протестировать. Если у тебя уже есть идея чего-то, ну, какого-то проекта, да, в тебе зарождается, то просто вставай и иди делать. Ничего другого не надо. Просто начни, а потом уже посмотришь.